Закрытое акционерное общество совхоз имени Ленина является надежным поставщиком высококачественных и экологически чистых овощей, фруктов и ягод, выращенных на собственных полях. Его визитная карточка – земляника садовая. 800 тонн душистой ягоды собирают за сезон в совхозе. Но это до конца июня-начало июля, а вот середина августа начинается сбор урожая другой подмосковной культуры – яблок. Кстати, сады ближайшего Подмосковья являются государственным сортоиспытательным участком. Подробности в репортаже Татьяны Акимовой. Новые сады совхоза имени Ленина не характерны для нашей климатической зоны. Как правило, такие сажают в южных регионах. Но и в ближайшем Подмосковье, как оказалось, можно получать высокий урожай яблок. А всё благодаря особой технологии – карликовый подвой и капельный полив. Такой сад называется интенсивным. Сейчас современные технологии пришли к тому, что интенсивный сад – это наиболее урожайный. Наиболее сад, который даёт до 90 с лишним процентов стандартного яблока. Очень удобная уборка, потому что деревни высокие, удобно собирать. Не нужны ни лестницы, ничего. То есть яблоко получается качественно. Здесь мы можем, когда нужно, полить, когда нужно подкормить. Этот совхозный сад, являясь государственным сортоиспытательным участком, может похвастаться 25-ю сортами яблок. Белорусские, российские, в частности, орловские. Упор делается на поздние сроки созревания. Эти сорта подходят именно к нашей зоне. Они районированные. Они прекрасно себя чувствуют, прекрасно дают урожай. Но среди них надо тоже выбрать, что лучше, что лучше. Потому что на карликовый подвой не каждый сорт ещё и годится для такого сада. Сейчас совхозными агрономами уже выбрано несколько сортов для новых садов. Они будут заложены уже в будущем году. Отличительная черта старых классических садов – яблоки неудобно собирать. Урожай созревает одновременно на большой площади. Много плодов осыпается, а потому и отборных на продажу меньше. Остальное идёт на переработку. Соки совхоза имени Ленина можно увидеть на прилавках подмосковных магазинов. А вот черноплодная рябина – экологически чистая ягода – идёт только на переработку. Собирает черноплодку механизированным способом. И чище, и быстрее. В ручную рабочие собирают около 8-12 ящиков за смену. Машина же – 150-200. Кроме молодых садов, в совхозе имени Ленина сохранились сады, которые много десятилетий. Например, вот этот был заложен в 1964 году. Благодаря особой заботе и уходу деревья до сих пор приносят плоды. Конечно же, это классические сорта яблок. Например, пипин. Вкусный, сочный. Сбор черноплодной рябины подходит к завершению. Яблоки будут собирать до конца сентября. Реализация нового урожая начнётся позже. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.